В 2010 году Свет увидел фильм «Охотники на троллей», который пытался убедить зрителей в том, что правительство Норвегии скрывает существование троллей. В Норвегии мы за электричество, но против линии электропередач. Их не хватает надолго. В Норвегии есть тролли, поэтому такие линии надо постоянно обновлять. Такова реальность. Делал он это с помощью псевдодокументальной съемки и чертовски качественных на тот момент спецэффектов. Удалось ли ему кого-то убедить, доподлинно неизвестно. Но однозначно то, что впечатления от просмотра этого фильма оставались исключительно положительные. Правда, ни это обстоятельства, ни открытая концовка за 12 лет не стали поводом появления продолжения. Или хотя бы похожих фильмов про троллей. Пока в конце 2022 года Netflix не выкатил своего тролля, который по первому взгляду на трейлер выглядел как фильм, связанный с охотниками на троллей. Так ли это на самом деле и что это за фильм, мы сейчас с вами и узнаем. Но перед этим еще стоит упомянуть, что тролли это чисто норвежский фильм от норвежского режиссера Руара Утхёга. Который до этого отметился фильмом-катастрофой «Волна» и фильмом-катастрофой для его карьеры «Томбрайдер». Ведь после такого голливудского дебюта он снова отправился снимать фильмы к себе на родину. Хотя я, конечно, могу ошибаться. И да, еще он создатель, наверное, самого популярного норвежского слэшера «Остаться в живых». Стартует фильм «В горах», куда этот зрелый мужчина потащил свою явно неопытную дочурку. Но не для того, чтобы угробить этой участи, видимо, удостоилась их мамаша, а чтобы поглазеть на стену троллей. Девчуля вроде не в восторге. Мало того, что ей, рискуя жизнью, пришлось карабкаться на «такую» высоту, так еще и ночь ей предстоит провести в этой лачуге с пердячим отцом, который тем временем не унимается. Нужно во что-то верить, чтобы увидеть. Ты их видишь, Нора? Попробуй. Смотри. Вот же они, слева направо. Намджук, Чонгук, Чингачгук, Гойкамичи. Девчуля в шоке, ведь там неполный состав. Ну или от того, как пафосно появляется название. Действие же переносится в светлое будущее, которое для нас уже суровое настоящее. Та девочка выросла и превратилась в главную героиню по имени Нора. О, смотрите, смотрите. Белка. Ой-ой. Это Нора. Откуда ты знаешь? Я только что говорил с университетом. То, что она главная героиня, выдает наличие в ее руках одного могущественного инструмента. Ага. И да, в противовес покорению вершин, которые ей пытался навязать батя, она решила закопаться поглубже в землю. Другими словами, стала палеонтологом. И в данный конкретный момент ей улыбнулась удача. Она что-то выкопала. Сикард, а ну-ка тащи сюда. Тут что-то есть. Ты только посмотри. Из эпохи великанов, прямо как в сказке. Ничего себе. Смотри, какой ты мой красавчик. Действие же снова переносится. Но не во времени, а в пространстве. В очередное место, где люди насилуют твердь земную. А точнее, роют тоннель в горе. Против данного мероприятия выступают экоактивисты. Как будто они не знают, что для этого нужно поливать маслом картины и подрисовывать им глаза. Или это сделал не экоактивист. А может быть, это люди, которые недавно открыли для себя игру престолов. Пощадите гору! Пощадите гору! Пощадите гору! Пощадите гору! Пощадите гору! Фу! Прекратите! Прекратите! Так или иначе, рабочие совершают подрыв. Но что-то идёт не так. Все на выход! Гора, пощади, пощади, гора! Короче, рабочие наработались, а экоактивисты на экоактивизе... Активисти... Афи... А, короче, действие опять переносится. Оперативный штаб вооруженных сил Норвегии. Каким-то невероятным образом вооруженные силы узнают о случившемся быстрее интернета. При том, что им приходится выслать на разведку самолет. В то время как экоактивисты наверняка вели стрим с места событий. Хотя, возможно, там не было интернета. Но как бы там ни было, после получения видеоданных в оперативном штабе вооруженных сил Норвегии начался сущий кошмар. Что кто-то слил в инет ее интимные фотки. Премьер-министр... Как официально, Андреас. Министр обороны введет вас в курс по дороге. Помимо огромной дыры, премьер-министру показывают еще какие-то отпечатки на земле. Что это за хрень? Похоже на следы ног. Да? Я должен был промолчать. Не в моей компетенции. Да. Нужен кто-то, в чьей-то компетенции. Геологи, археологи, биологи. И подолог. Чтобы шутка сработала, я должен был сказать ортопед, но врач по ногам это подолог. Я сам только что узнал. Тем временем Нора празднует свою, как она считает, невероятную находку. Мы берегли эту бутылку. Сегодня есть повод, уверяю вас. Но прилетают военные и портят праздник. Прикройте раскоп. Накройте брезентом. Забирая Нору с собой. И вот она уже в подземном штабе вооруженных сил. Этого типа мы, кстати, уже видели, и он тоже один из главных героев. И у него в этом штабе есть связи. Нет, он дружит с местной хакершей-программисткой. Ну или просто с девушкой, которая в нужный момент умеет делать нужные вещи. Нора же, от непонимания, что происходит, начинает скандалить. Мужик, ты вытащил меня из проекта, над которым я работала годами, понимаешь? Я ничего не ела и ужасно устала. Но при виде серьезных мужчин и женщин, в строгих костюмах за овальным столом квадратной формы, берет себя в руки и выдает базу. Динозавры вымерли 65 миллионов лет назад. Премьер-министр назначила вас научным консультантом. Нет, на самом деле совещание длится дольше. И на нем всякого рода геологи, археологи, биологи, уфологи, гастроэнтерологи делятся своими версиями того, чем могут быть эти следы, похожие на следы. Но только Нора замечает, что следы, похожие на следы... Это следы ног. Прочиологи хотят высмеять ее версию, но вдруг... Нет, влетает хакерша с новыми данными. Один из протестующих снял инцидентный телефон. Взломать его телефон удаленно было непросто. Между нами говоря, почти невозможно. Но я нашла обход. Пришлось покопаться. Чтобы в итоге найти его в трендах Ютуба. Ага. Короче, она показывает видосик, который при таком скоплении людей есть только в одном экземпляре. Охренеть! У меня аж мурашки по коже! Беги, давай! Назад! Ологи, сразу как будто они знатоки на передаче «Что, где, когда» после первого просмотра начинают перебирать версии. Это может быть метан? Однозначно может, да. Но только Нора додумывается перемотать видео и посмотреть его еще раз. Чтобы услышать то, чего не было при первом просмотре. А также, чтобы разглядеть на стоп-кадре, таинственный силуэт. Ведь перемотать, посмотреть в замедленном темпе, разобрать видео на стоп-кадры, этой опергруппе в голову бы никогда сроду не пришло. Короче, теперь Нора научный консультант. И они едут в Леша, где буквально одну сцену тому назад нечто из-под горы лишило жил в площади каких-то пенсионеров. И, конечно же, это печально. Но не печальнее, чем нашествие зомби-нацистов. На месте происшествия мы знакомимся с еще одним ключевым персонажем, капитаном Кристофером Хольмом, сыгранным Кристианом Бэйлом, который стал норвежцем, чтобы сыграть норвежца. Он уводит Нору в курс дела. Чтобы то ни было, оно пришло оттуда, пересекло реку и потом ушло в долину. Следы уходят на юг, на три километра в горы, потом останавливаются. Его больше никто не видел? Мы прочесали местность, ничего не нашли. Затем Нора допрашивает стариков, рассказывающих ей вещи, которые они никак не могли видеть. Потому что, когда пришло нечто, они спрятались в подвал. Но я не смог его рассмотреть. Было темно. Но я же говорю это, потому что вы спрятались в подвале. Короче, лучше бы Джордж Карлин не воскресал, а то несет какую-то дичь. У Норы же, помимо отличного зрения и слуха, еще и нюх, как у собаки. Что это? Запах? Норвежская природа. Да. И что-то еще. Здесь воняет. Я выхожу. Гиперприрода. Гиперприрода. Гиперприрода? Что это такое? Я вышел в интернет с таким вопросом, но не нашел на него ответа. Может быть, плохо искал. Но в любом случае, я почему-то не хочу узнать, как пахнет гиперприрода. Эти же трое летят к месту, где обрываются следы. Остановилась там. Следы исчезли. Смотрите на тепловизор. Никакой жизни. Ничего, только горы. Эм, ну как бы вот. Или даже лучше с другого ракурса. Не мог такой большой объект исчезнуть. Спрятаться некуда. Вам помочь, что ли, надо? Вы в шары долбитесь? Тут же так и тянет спросить. Батья, нормально? Нормально все? Маскировка. Тааааак. Ну? Блин. Что такое? Нужно кое-кому заехать. Ясно-понятно. Короче, они прилетают к отцу Норы, который, молясь, свихнулся. Как раз на почве поисков или изучения троллей. Мы прошли по следам этой штуки, но они внезапно обрываются. Никаких суеверий, сказочек, фантазий, ничего такого. Этот вопрос у нас закрыт, да, пап? С тем же успехом можно попросить охотника на вампиров не рассказывать про вампиров. Юрия Лазу про плоскую землю, а Витю АК-47 про то, как поднять бабла. На что ты вообще рассчитывала, когда летела к отцу? Что он скажет, нет, это не следы тролля, это Шакила Нил. В общем, батя предсказуемо накидывает суеверие сказочки-фантазии про троллей. Собирает вещи и летит с ними. Но, как и эти троя, он не видит с высоты птичьего полета тролля на Чиле. Не чувствует запах гиперприроды, не понимает, что только что сожрал мох с жопы тролля, но замечает несовпадение топографии. Топография не совпадает, всё не там. И ладно, они не увидели тролля, потому что не верят. Нужно во что-то верить, чтобы увидеть. Смотри, но не глазами, а сердцем. Но какого хрена он такой слепошарый? Вдруг Нора начинает чувствовать запах гиперприроды. Наверное, потому что тролль пустил шептуна. И лезет в блокнот, чтобы посмотреть, как пишется слово, которое она сама и придумала, чтобы убедиться в своей правоте, что это гиперприрода. Но тут просыпается тролль, который всё это время был вот этой грудой камней, похожей на фигуру человека. Фильм даже не пытается как-то обмануть зрителя. Так или иначе, наши герои улепётывают. А тролль, походу, не выспался. В штабе же, имея теперь чёткое изображение существа, отказываются верить в то, что это... Тролль! Тролль? В каком смысле тролль? Может быть, это всё-таки Кинг-Конг? Давайте будем реалистами. Нора тоже не готова признать, что её батя прав, и собирается свалить обратно на раскопки. Ведь кости давно умерших динозавров куда интереснее, чем живое мифическое существо размером с дом. Или нет? Военные тем временем уже вовсю готовятся к операции по детролизации. Эти трое присоединяются к ним. Особенно отец Норы, который... Будет вести себя тихо, ага. И вот они уже в лесу, во всеоружии. И даже с танками. Тролля тоже ждать не приходится, он тут как тут. Военные открывают по нему огонь из двух базук, в надежде, что этого хватит. У них как бы ещё танки есть, но экономия превыше всего. Он ещё на ногах, вы его разослили. Тогда в ход идут танки и прочие бух-бабах машины. Военные совершают и выстрелы на поражение, и предупредительные по местности, и огонь по своим. Ведь, как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись. Проще говоря, схватка с Трулем показана как-то нелепо и сумбурно, особенно эти четверо. Хотя, впрочем, обилие квадриков тут же объясняется довольно забавной шуткой. У вас есть военный опыт? Да, немножко. Правда? Курдите. Ну или квадрики реально классная боевая техника. Хотя в японской армии они смотрелись бы лучше. Вот чёрт, что он творит? Решил сам стать бомбой. Визуально разве что выглядит это всё дорого-богато. Упс, забыли троллю рот открыть для рыка. Что ж, бывает, могло бы быть и хуже. Сюда! Как же мне надоело смотреть, как фейлят военные. Хочу посмотреть мультики. В общем, да, вояки выхватывают. Наши герои прячутся возле поваленного дерева. Потому что это укрытие определённо выглядит надёжным, с какой стороны ни посмотри. Тут же уже сидит какой-то боец и молится. Но слышит его в итоге не бог, а тролль. Иронично. Почему он сразу не сказал, что он христианин? Впрочем, отца Норы это ничуть не смущает. Видимо, он язычник или аметист. Это ведь нормально? Честно, я не знаю. Ну или он сам похож на тролля. И даже тролль это вроде подмечает. И вот-вот контакт будет налажен. Но... И отец Норы огребает огромным тролличьим хвостом с разворота и умирает. Пулемётчик, к слову, если вам интересно, тоже отправляется вслед за отцом. Потому что как бы... О чём ты думал, дебил? Отец же перед смертью успевает сказать... Я хочу пиццы. Ну и всё, в общем. Тролль такой. Сорян, я не специально. И уходит. А эти благополучно возвращаются в штаб. Где Нора, полистав отцовские книжки и сопоставив инфу с тем, что произошло с солдатом... Чую, христианским духом пахнет. Христианизация Норвегии. ...придумывает классный план. Ну или половину плана, как потом выяснится. Руководство одобряет план. Зрителям, правда, его не озвучивают, потому что он слишком гениальный, чтобы его выкупить. Тролль тем временем клишировано выдвинулся к месту большого скопления людей. Нам показывают какого-то рандомного рыжего пацанёнка, за которого мы всем сердцем должны будем начать переживать. Не за этих всех людей и детей. Нет, они успеют в панике исполнить съёпченко. А вот у пацана случится дисконнект с вытекающим из него АФК. Благо, спасение уже рядом. И мы видим, в чём заключался план Норы. И узнаём, что ни у кого нет ни малейшего понятия, как он должен сработать. Что сделают колокола? Он взорвётся? Скажу, когда придумаю. Отлично. Прямо вижу, как этот план проходил одобрение. В общем, я предлагаю подлететь к троллю на вертолётах с церковными колоколами. Потому что тролли не выносят звона церковных колоколов. А потом... А потом как попрёт. Я одобряю операцию. Ну и они начинают кружить вокруг тролля, добиваясь какого-то неожиданного эффекта. И добиваются. В воздухе остаётся только вертолёт с главными героями. А тролли, несмотря на свою, казалось бы, жестокость, спасает АФКшного пацана. И опять уходит. После такого умопомрачительного успеха Нора должна была отправиться на раскопки в тюремном дворике. Вместе со всеми, кто согласовывал этот цирк с колоколами. Но её просто отстраняют от всего этого. Никто бы не справился лучше. С уничтожением трёх вертолётов. Прикольно, короче, вышло. Военные же решают эвакуировать Осло. Куда направляется тролль? И использовать против него какие-то новые, ещё не испытанные боеголовки. Для этого премьер-министр выступает с речью. Сограждане, многие из вас уже знают новости из Довры. Вы могли решить, что это были спецэффекты. Однако это не постановка. И как бы её речь звучит слишком пафосно для тех происшествий, которые мы наблюдали. Да, тролль покуролесил на стройке тоннеля. Да, дал пи***ы военным в лесу. Да, споткнулся об домик. Да, сломал три вертолёта, которые до него до***лись. Но это не идёт ни в какое сравнение с тем беспределом, который учинила Годзилла в Нью-Йорке, например. По сравнению с ней он просто выглядит как не очень аккуратный великан. Нет, людьми в этом фильме он, конечно, воспринимается как опасность. Но зрителям фильма он явно не внушает ужаса. Я так считаю. Тем не менее, фильм нагнетает. Безопасность граждан и всей страны в целом для нас прежде всего. А Нора тем временем продолжает рыться в записях отца. И находит там какое-то непонятное слово. Синдинг? Я не понимаю, что это такое. Может, Рикард Синдинг? Лород Ковальгера Дворца? Нора вспоминает, что ей сказал отец перед смертью. Дворец. Король. Дом. Разворачивайся. И вот они уже приехали ко дворцу. Синдинг, помните меня? Я Исаксон. Я знал, что рано или поздно кто-то придет. Не скажу, что удивлен увидеть дочь Тидемана. Вот это, как говорится, поворот. У вас глаза отца. Она хищник. У нее глаза впереди. Я по пальцам одной руки могу пересчитать на неживущих, которые видели то, что вы сейчас увидите. Сиськи Джессики Альбы? Но нет. Дед показывает им какое-то подземелье с останками троллей. И, по всей видимости, фильм хочет сказать, что здесь похоронены все тролли. Потому что... Давай с самого начала. Когда Олаф святой крестил Норвегию, он избавился от всего, что было несовместимо с новой верой. Он знал, что даже для троллей нет в мире ничего важнее семьи. Что случилось? Засада. Это была резня. Но одного из детей горного короля они пощадили. Они заманили его в доброе, глубоко в горы. И заперли его в пещере. Оставили его там умирать. Король идет обратно в свой замок. Он идет домой. И все встает на свои места. Фильм ухуя. Потому что нам хотят сказать, что тролль, сородичам которого люди устроили вполне себе конкретный геноцид, а самого его заперли в скале. Добренький. Тех, кто на него не нападает и не молится, он не трогает. Кого-то даже спасает. Ведь это не те люди, которые вот это вот все сделали. А вот эти их действия, ну это какая-то чудовищная ошибка. Либо он тупой, либо не злопамятный. Можно, конечно, попробовать как-то объяснить его доброту. Но если верить Википедии, согласно легендам, тролли были враждебны к людям. И даже жрали их. Ладно, в общем, тролли идет домой. Ладно, счастье, путь домой. Военные пытаются его остановить. Но все без толку. Военные опять фейлят. Тогда премьер-министр разрешает использовать секретное неиспытанное оружие. И все, фильм на этом заканчивается. Нет, на самом деле, эту имбовую вандервафлю начинают очень долго готовить к применению. Вводить код запуска. И даже доказывать, что они не робот, выбирая картинки с велосипедами. Короче, было бы проще дождаться запуска, находясь на планете Миллера. Поэтому Нора за это время успевает узнать, что кости троллей реагируют на ультрафиолет. В связи с чем она разрабатывает очередной надежный продуманный план. Звонит капитану Крису и прям так ему и говорит. После чего грузит в пикап череп тролленка и едет выманивать им живого тролля за пределы города. Тем временем военные уже зарядили вандервафлю и готовы ее запустить. Но на стороне наших героев мега-хакерша. Три, два, один. Система сбоит. Что за фигня? Ничего не работает. В точку. В общем, запуск отменяется. Тролль заходит в город. В фильме, наконец, начинается то, за что любят фильмы-катастрофы с гигантскими монстрами. Правда, в очень малом количестве. Нора байтит тролля черепом. Тот байтится. Непонятно, правда, зачем ему этот череп. Видимо, он еще не догадывается, что дома уйма таких черепов. Или, может быть, конечно, он узнает в этом черепе своего друга Йорика. Так или иначе, череп они теряют. Так и будешь стоять, руки в карманах? Возьми, блин, череп. Тролль такой, Йорик, бедный Йорик. И, наконец, решает наказать кое-кого за грехи их предков. Таким образом, действие из города переносится сначала в палаточный лагерь, а потом и в трейлер-парк. Такой вот фильм-катастрофа с понижением градуса. Тут же уже расположились военные с батареей из соляриев. Тролли в ловушке. В штабе тем временем разоблачили хакершу и снова готовы бахнуть. Вижу гражданских, повторяю, вижу гражданских. Много гражданских. Но этот чел настаивает на запуске. Пилот слышит два совершенно противоречивых приказа. Взорвите эту хрень. Ворон 4, отмена. Взорвите ее. Отмена. Взрывать, черт тебя побери. И никто как будто бы ничего не может с этим поделать. В итоге одна ракета улетает в Алькатрас к Николасу Кейджу. А хакерша опять взламывает. Но на этот раз ебало этому кипишному. И вот, благодаря инициативным и решительным женщинам, проблема решена и спасено множество жизней. Тролли потихоньку жарятся. Всем становится его немного жалко. Нори, конечно же, больше всех. Она вырубает солярии и пытается прогнать тролля. Потому что, как ни крути, он хороший парень. Просто неаккуратный и даже более-менее спокойный, если не показывать ему черепа сородичей. С одной стороны, это, конечно, гуманно. А с другой, этого деда уже не перевоспитаешь. Так он еще и в маразм впасть может. Короче, сложно. Благо, внезапно наступает утро. Из-за горизонта, как от пинка, выскакивает солнышко. И ставит точку в этой моральной дилемме. Тролль благополучно каменеет. Все счастливы. А в том тоннеле из начала фильма вдруг начинает шевелиться груда камней. Поэтому нас, наверное, ждет еще один фильм про доброго, неаккуратного тролля. Ну или... Куриц бродит где-то там. Он должен мне за все эти годы. Что же касается этого фильма, то он меня слегка разочаровал. Тем, что сделал тролля добреньким. Охотники на троллей в этом плане, конечно, куда лучше. Там тролли злобные твари. И они даже немного пугают. Возможно, этот фильм совершенно о другом и ставит перед собой другие цели и задачи. Но также он слабо выглядит и как фильм-катастрофа. Мало достойного экшена и разрушений. Как будто Эмерих в песочнице поигрался. Зато более чем достаточно клише, характерных для такого рода фильмов. В остальном же, если озвученные мной минусы для вас не минусы, то фильм вполне приятный. С легким таким забавным юморком, нераздражающими персонажами и очень качественными спецэффектами. Он, наверное, даже подойдет для семейного просмотра с детьми. Если вы, конечно, не крестили своего ребенка, а то в связи с некоторыми моментами фильма ему могут начать сниться кошмары. В остальном же, жестокости там почти нет, как и пошлых шуток. Ну и еще один неоспоримый плюс. Это то, что подобных фильмов про троллей всего два, включая этот фильм, если я не ошибаюсь. У меня же на этом все. Всем спасибо за внимание. Чтобы не потерять меня из виду, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там происходит всякое. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Все. Всех с наступающим и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok